Привет, дорогие друзья! О чем же думает человек, когда остается один и понимает, что ваша семья разваливается? Я прежде всего думаю о том, что будет дальше, и, конечно же, думаю о том, как жить дальше, и в плане финансовом в первую очередь, потому что в последнее время, наверное, последние года-два, я максимально старалась дать в этом плане образцы правления своему супругу, и свой бизнес свела фактически на ноль, сама этого не замечая. И в первые моменты, когда я подумала, что же будет, если я останусь одна, у меня начал резко работать мозг в направлении денег. Вот такая история. Мне захотелось стать очень финансово-независимой, финансово-успешной. И тут я себя поймала на такой интересной мысли, а почему во время брака я словно себя тормозила, словно боялась завладеть здесь главенствующим положением, словно переживала, что моя финансовая стабильность может нарушить покой моего супруга. И вот как только я осталась одна, у меня появилась невероятная идея, причем эта идея уже давно витаяла у меня в голове, но как-то она никогда не оформлялась, сейчас она просто оформилась окончательно. И я решила, что я хочу создать свою платформу, платформу, которая бы могла объединить творческих людей. И на этой платформе могут и художники, и скульпторы, и архитекторы представлять себя, представлять свои работы, представлять свои странички в удобном формате. Вот такая мысль ко мне в голову просто влетела. Теперь она не дает мне покоя, все время об этом думаю. Сейчас я продумаю все связи, все фильтры и так далее. Сейчас я занялась поиском, кто займется именно программной частью, созданием программного обеспечения. В общем, вот так. Но самый интересный вопрос не в том, что я это создаю, а почему раньше я это глушила в себе. И недавно мы с мужем все это обсуждали. У нас сейчас, кстати, налаживаются отношения, я еще вам об этом расскажу. И он мне сказал такую вещь, а вот, а вдруг ты станешь суперизвестной, супербогатой, что же будет со мной? Потому что я знаю, что тебе нужен сильный, успешный, красивый мужчина. А я не буду таким, и ты от меня уйдешь к другому, и какой тогда смысл продолжать, если ты все равно уйдешь. Вот такая история, и я думаю, что, видимо, я тоже об этом думала на каком-то своем уровне, и тоже этого боялась. Сейчас я этого не боюсь. Я знаю, что я могу, могу много, и я буду двигаться к своей новой цели, и буду вам об этом обязательно рассказывать. Вот такие у меня сдвиги в голове. Вот. А про наши отношения я еще расскажу, потому что сейчас мы приняли решение, точнее, мой супруг принял решение, что все-таки мы попробуем снова жить вместе. И обязательно обратимся к психологу, который поможет нам расшифровать, может быть, самих себя. Я не боюсь психологов, потому что они не дают ответа, они просто задают вопросы, на которые мы сами отвечаем, и нужно на какие-то вопросы все-таки ответить себе честно и найти важные кампрописы для жизни дальше. Вот такие новости у меня сейчас.